МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Саммит мэров европейских городов откроется сегодня в Каннах. Представлена на нем будет и белорусская столица. Встреча, которая пройдет в рамках крупнейшего форума по недвижимости и инвестициям в Европе МИПИМ, будет посвящена развитию жилищного сектора. А накануне белорусская столица вновь оказалась в международной рейтинговой истории. В Каннах были названы самые привлекательные в инвестиционном плане города. В рейтинге эффективности затрат на ведение бизнеса Минск поднялся на 7 позиций до второго места. Здесь белорусская столица расположилась рядом с Бухарестом, Прагой, Варшавой, Анкарой и Москвой. В список наиболее привлекательных городов также вошли Лондон, Барселона, Страхбольм, Амстердам и Милан. И впервые Минск попал в топ-10 городов Европы с лучшей стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций. Мы здесь сильны тем, что у нас достаточно мощный промышленный потенциал, причем различных сфер деятельности. Это и пищевая промышленность, и перерабатывающая, это и свободноэкономическая зона, и парк высоких технологий, в конце концов, которые, я думаю, должны развиваться, и мы должны здесь занять свою нишу в данном секторе экономики. Все оценивают тот порядок, который есть в городе, оценивают спокойствие, безопасность, и мы всех всегда приглашаем приезжать в гости, с удовольствием приезжаем в гости. Снижение текучести кадров в сельхозпредприятиях, организациях и сокращение количества нуждающихся в улучшении жилищных условий. Именно на это направлен указ номер 97, который накануне подписал президент Александр Лукашенко. Документ, в частности, устанавливает единый порядок продажи жилых помещений Государственного жилфонда на территории конкретного населенного пункта. Ожидается, что реализация норм указа поможет закреплению специалистов на их рабочих местах, а также уменьшит нагрузку сельскохозяйственных организаций по содержанию и обслуживанию жилого фонда. Взрыв автобуса в Пакистане. 15 человек погибли, десятки раненые. В салоне в момент трагедии находилось около полусотни пассажиров. Все они государственные служащие, которые ехали на работу из пригорода города Пешевара. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна террористическая организация. Военный самолет разбылся в джунглях Эквадора. Погибли все 22 человека, которые были на борту. В самолете находились 19 военнослужащих. Они должны были пройти парашютные курсы. Жертвами также стали два пилота и механик. О причинах крушения пока не сообщается. Один убит экстремист и четверо раненых полицейских. В Бельгии завершились масштабные антитеррористические рейды. Полицейские вместе с коллегами из Франции искали боевиков, причастных к ноябрьским терактам в Париже. Однако поймать главного подозреваемого Салаха Абдеслама так и не удалось. Рейды прошли в одной из коммун на юго-западе королевства. Спецоперацию прерывали и возобновляли несколько раз, но все это время район был полностью оцеплен. По данным полиции, именно здесь, по поддельным документам, скрывался организатор парижских атак. В коммуне по-прежнему дежурят правоохранители, однако эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома. В Медгермании предупредил соотечественников Турции об опасности новых терактов. Сотрудники депмиссии обратились к согражданам с просьбой в ближайшее время не появляться в общественных местах и по возможности находиться дома. Сообщается, что очередная атака боевиков может произойти в одном из торговых центров. Из-за угрозы досрочно закрылись немецкие садики и школы в Анкаре. Напомню, в воскресенье в турецкой столице на одной из центральных улиц прогремел мощный взрыв. Погибли 37 человек, раненых больше сотни. В США подводят итоги еще одного супервторника. На этот раз в центре внимания Флорида, Огайо, Иллинойс, Миссури и Северная Каролина. И пока первичные выборы проходят не в 12 штатах, а всего лишь в 5, тем не менее на кону почти такое же огромное число голосов. Окончательных результатов пока нет, но уже известно, что республиканец Марко Рубио выбыл из гонки. Проиграл он своей родной Флориде Дональду Трампу. Он же, как и кандидат от демократов Хиллари Клинтон, лидирует в большинстве штатов. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. Трагедия в Березе. Пенсионерка и ее 59-летний сын погибли от отравления газом. Их обнаружили соседи. В доме в этот момент чувствовался резкий запах газа. Приехавшие спасатели спасти жителей дома уже не смогли. Причиной ЧП стала неисправность вентиляции газового котла отопления. В Славгородском районе подтопило два участка дороги. В результате повышения уровня воды в реке Проне заляты водой два участка грунтово-асфальтной дороги протяженностью около 40 метров между деревнями Летяги и Улуки. Возможно также подтопление на этом участке низководного моста. В связи с произошедшим подъезд к девяти населенным пунктам будет вестись со стороны деревни Ходорова по объездной дороге. Сейчас ведется мониторинг гидрологической обстановки. Космические высоты для отечественных ученых. Европейский аэрокосмический концерт заинтересован в инновационных технологиях нашей страны. Для того, чтобы ближе познакомиться с белорусскими космическими разработками, Национальную академию наук посетили представители международной компании. Аэрбаз – это 50% рынка космического в мире. То, что Аэрбаз приехал в Беларусь, на мой взгляд, это косвенное признание успеха в Беларуси в космической сфере. В Беларуси есть хорошие наработки в целевой аппаратуре, в создании новых материалов для космоса, в создании информационных технологий, обработке космической информации. Наша страна является космической державой, а функции космического агентства у Национальной академии наук. Исследования в этой высокотехнологичной сфере Беларусь проводит совместно с Россией, Китаем и Вьетнамом. И вот теперь укрепляются двусторонние связи с мировым лидером в аэрокосмической сфере. На первоначальном этапе сотрудничество начнется с обмена техническими экспертами. Народному артисту Беларуси Николаю Кириченко сегодня исполняется 70 лет. Актеру внес значительный вклад в развитие, сохранение и обогащение лучших традиций белорусского театра и кино. Свой юбилей Николай Михайлович отметит на сцене родного Купаловского театра, где он служит уже 45 лет. Много лет он преподает актерское мастерство в Белорусской государственной академии искусств. Мастер воспитал несколько поколений молодых артистов, которые сегодня работают в театрах по всей Беларуси. Почти каждый вечер Кириченко выходит на сцену для своих зрителей в разных спектаклях. «Черная пани не свежа», «Свадьба», «Ночь на Рождество» и многие другие. С юбилеем народного артиста поздравил президент Александр Лукашенко. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by, репортажи, эфирные видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 13.30. И я прощаюсь с вами до этого времени. Субтитры создавал DimaTorzok